МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! В майские праздники мы вспоминаем о главных событиях этого года. И сегодня в нашем спецвыпуске январь. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение этого месяца в нашем праздничном спецвыпуске. 7 января православные отметили Рождество – великий праздник для всех христиан. Торжественные богослужения прошли во всех храмах и соборах. Накануне Рождества наша съемочная группа побывала в храме в честь святых царственных страста терпцев, а потом побеседовала с прихожанами. Защитные маски и дистанции между прихожанами. Даже во время рождественской службы соровчане не забывали о мерах предосторожности. Коронавирус еще не отступил. Богослужение в храме в честь святых царственных страста терпцев совершил протеерей Сергий Скузоваткин. Традиционно храм украсили к великому празднику внутри и снаружи. Возле церкви устроили небольшой вертеп. Каждый, кто спешил на службу или выходил из церкви, обязательно задерживались возле инсталляции. Светлый праздник соровчане встречали с особенными чувствами и эмоциями. С самыми счастливыми. Такой праздник волшебный. Конечно, ничего, кроме как счастья и радости, мне кажется, нельзя вот где не испытывать. С чувствами радости. С такими чувствами, что больше в этом году, наверное, ковида не будет. И все будем праздновать рождение Христа весело, радостно и забыв об этом ковиде. Как раз я весь декабрь болела. И я теперь так счастлива, что я сюда пришла, что я здесь была на службе. Просто необыкновенная радость. Слава Богу, жива. Слава Богу, здорова. У каждого в этот день свои традиции. Но большинство встречает праздник в семейном кругу. Собираемся все вместе со своими родственниками, с детьми. Встречаемся с детьми. Пироги печем. И застолье такое. По русскому обычаю. Ну, в этот день мы вот который год сюда приходим. Примерно в это время. Когда уже служба идет, слушаем, катаемся на горках, заходим вовнутрь. Вот такие вот у нас традиции. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. 15 января Православная Церковь отмечает День представления и Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. В честь батюшки Серафима названа Православная гимназия в нашем городе. Каждый год, 15 января, в храме Серафима Саровского проходит торжественное посвящение первоклассников в гимназисты. Под сводами храма преподобного Серафима Саровского воедино сливаются голоса. Сильно извучный напевый игумена Никина дополняет густой баритон отца Сергия. Им отвечает женский хор, а в самые светлые моменты песнопения общее многоголосие подчеркивает тонкие чистые детские голоса. По традиции, посвящение в ученики Православной гимназии начинается с молебна батюшки Серафиму. Торжественная атмосфера в храме воодушевляет всех собравшихся. Ребята, их родители, наставники и духовники просят благословения на предстоящие труды и еще раз вспоминают о главной христианской добродетели. Любви. А любовь, она многогранная. Любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не гневается, не превозносится, не бесчинствует, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Всему веру имеется, переносит, своего не ищет. И самое главное, любовь никогда не перестает. После молебна наступает самый волнительный и важный момент. Выстроившись полукругом, мальчики и девочки все вместе дают торжественное обещание соблюдать кодекс чести гимназиста. Один за другим по очереди они произносят слова, которые успели выучить наизусть. На этих заповедях они будут строить свою жизнь. И причащаясь к святых христовых тайнам. И сам всегда обращая обидчикам. До этого дня ребята были просто учениками. Но после торжественного обещания будут носить высокое звание православного гимназиста и стараться ему соответствовать. Понимать, что ты не просто ученик, но ты христианин. Ты принадлежишь церкви православной. И, соответственно, ты должен исполнять заповеди Божьи прежде всего. То есть ты не только учишься, а твой долг сейчас, самая главная твоя заповедь, это быть послушным старшим, послушным своим родителям. И поэтому учиться это и есть послушание. В подтверждении своего нового статуса каждый получил удостоверение и небольшие памятные подарки. А в качестве особого поощрения гимназистов провели в главную святыню Саровской обители – келью батюшки Серафима. В месте, где он в молитве окончил свой жизненный путь, их помазали елеем и вручили освященные сухарики, как это делал сам преподобный при жизни. Традиция посвящать детей в гимназисты идет с момента основания православной гимназии в 2009 году. В этот раз ими стали 49 ребят, 43 первоклассника и 6 учеников постарше, которые перевелись из других школ. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В православной гимназии сняли вторую серию мультипликационного проекта «Настоятель». Мультфильм посвящен 6-му настоятелю Саровского монастыря Игумену Ефрему, строителю главного храма обители Успенского собора. Как проходила работа над мультфильмом, расскажем в следующем репортаже. Немало годков Белокаменный собор во имя Успения Божьей Матери строили. Еще при первоначальнике отце нашим Иоанне начали, а оканчивать привелось Ефрему. Обоснователе Саровского монастыря Иеросхимонахи Иоанне и 6-м настоятеле Игумене Ефреме зрители могут узнать в первых двух сериях проекта «Настоятели». Их совместно с режиссером-мультипликатором Александром Птичкиным воспитанники Саровской православной гимназии создавали почти три года. Все начиналось с идеи рисунков в рамках студии иконописи. У нас был изначально иконописный кружок, так как нигде вообще этого не было. Потом я подумала, что хорошо бы, сейчас же тенденции какие, чтобы дети знали хорошо компьютер. Это сейчас практически во всех сферах нужно. И почему бы нам не сделать мультфильм, не попробовать создать мультфильм. На занятиях с Александром участники студии научились создавать персонажей, освоили основные законы анимации и вида монтажа. От первого фильма ко второму руководитель видит большой прогресс. Если фильмы снимают, достаточно взять камеру и снимать, и там человек двигается, и все хорошо, то нам нужно повторить законы анимации и сделать их такими, какие они есть. Иначе зритель не поверит, что это походка, не поверит, что это падает листик с дерева, не поверит, что идет собака, например. Это сложный процесс. Это, наверное, самый сложный процесс в анимации. Сделать так, чтобы анимация была реалистичной. Мультфильмы проекта «Настоятели» ребята выполняют в стиле перекладки, когда героев и детали изображают на бумаге, сканируют, переносят в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Одни ученики создают рисунки, другие их оживляют. Надежда Курякина с пяти лет хотела стать мультипликатором. Мечта воплотилась в реальность благодаря студии в православной гимназии. Начало моего анимации было сделано благодаря школе. Но потом, поскольку меня это заинтересовало, я стала искать какие-то дополнительные источники, аналогичные программы. Я уже стала немножко сравнивать их, понимать, в чем особенности каждой из них. Вот, например, аниме-студио-про, в которой мы работаем, ее, можно сказать, узкая специализация – это именно анимация персонажей, потому что там есть возможность прокладывать так называемые кости, чтобы персонаж более реалистично двигался. Первые две серии проекта «Настоятели» покажут на телеканалах «Образ» и «Союз». Воспитанники и руководители студии уже работают над третьим мультфильмом. Его планируют посвятить канонизации Серафима Саровского. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Крещение – один из важных христианских праздников. Его главная традиция – освящение воды. В этот день обычно купаются в освященной проруби. Считается, что крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. В нашем городе традиционно и Ордань оборудуют на пруду Боровом. Как встречали крещения саровчане, смотрите в нашем следующем репортаже. 2021 год радует настоящими крещенскими трескучими морозами. Сейчас на улице примерно минус 21 градус. Саровчане по традиции пришли окунуться в прорубь на пруд Боровой для того, чтобы очиститься духовно и телесно. Ну как сегодня прорубь? Холодно. Как и с морозом. В мороз намного проще купаться. Вот теперь сложнее. Больше было сложнее. Там теплее, чем на улице. Крещенские купания на пруду Боровом в ночь с 18 на 19 января стали для саровчан доброй традицией. Купель была готова за два часа до полуночи, а сходы к воде оборудовали перилами и резиновыми плитками. А на деревянных настилах, которыми оградили прорубь, дежурили спасатели и водолаз. Три автобуса для переодевания. Женский и мужской автобус. То есть любой желающий может прийти, переодеться в теплом автобусе, искупаться, также обратно вернуться, переодеться. С соблюдением всех мер предосторожности. Также там в автобусы запускают мужские по три человека, женские по пять человек. Ну, связано все с карьером. Подход ко льду оградили сигнальными лентами. Сотрудники специального управления противопожарной службы подсвечивали купель-прожектором. На берегу дежурили медики и наряд полиции. В первые часы зрителей оказалось намного больше, чем желающих искупаться. Ну, приходить посмотреть весело. Непосредственно купаться в проруби, если очень хочется, или если ты закаленный. Почему бы и нет? Из-за сильных крещенских морозов, желающих окунуться в проруби, оказалось не так много. За час на пруд Боровой пришло 14 человек. Крещенские купания, по традиции, продолжались до 3 часов утра 19 января. При таких низких температурах окунуться в прорубь чаще решались мужчины. Всего в этом году не побоялись морозов. И вошли в Ордань 105 человек. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась 872 дня. По разным подсчетам в городе погибло от 692 тысяч до полутора миллионов человек. И почти все из них умерли от голода. Каждый год, 27 января, в Сарой проходили митинги, посвященные снятию блокады. В этот раз жители осажденного Ленинграда, депутаты и общественные активисты навещали на дому. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Здравствуйте. Я к вам от имени и по поручению главы города, председателя городской думы, поздравить вас с днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Блокаду Виктор Иванов встретил совсем маленьким. Когда фашисты замкнули кольцо вокруг Ленинграда, ему было всего два года. Из-за юного возраста осадные будни пенсионер почти не помнит. Но оно, наверное, и к лучшему. Судьба готовила для мальчика другие испытания. После ранения маму Виктора Андреевича направили в Харьков. В следующий раз он ее увидит, уже будучи взрослым мужчиной. Я не мог найти долгов, а в 1977 году только в 38 лет нашел мать. После расставания с матерью Виктора Андреевича отдали в Гатчинский детский дом. Потом перевели в другой, потом в третий. Путевку во взрослую жизнь он получил в Сестрорецком ремесленном училище. Оттуда его и распределили в наш город. В Сарове Виктор Андреевич выучился на инженера и 46 лет проработал на заводе. А выйдя на пенсию, устроился в лесничество. В день снятия блокады жители Северной столицы, на долю которых выпали нечеловеческие испытания, всегда собирали на праздничный вечер. Но сейчас решили поберечь пенсионеров и поздравить каждого на дому. Блокадников-то осталось и так уже немного. И помнить, и чтить их сейчас наша общая задача. И я думаю, что это очень важно для нас. Время на пенсии Виктор Андреевич коротаясь в любимом хобби. Ходит в лес за грибами, собирает бруснику, занимается дачей. А прожитые жизни напоминают фотографии с самыми дорогими и близкими. Детьми, внуками, правнуками и собакой Капой, которая получила прозвище в честь любимого лакомства – капусты. День снега прошел 17 января на лыжной базе. Для гостей праздника организовали соревнования по брумболу – конкурс на самый длинный спуск с горы. Также зрители посмотрели этап Кубка города по лыжным гонкам. Традиционный конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Подробности далее. День снега в этом году прошел в ограниченном формате. Из-за коронавируса и холода многие горожане предпочли остаться дома. Однако те, кто не побоялся прийти, окунулись в мир настоящих зимних забав. Большой популярностью пользовалась площадка, где волонтерские объединения города играли в брумбол. Это аналог хоккея, только вместо клюшек используют метла, а вместо шайбы – мяч. Все происходит на снеге, а не на льду. В такое снежное морозное утро у нас мы так активно проводим время, согреваемся, двигаемся, и соревнования проходят между командами волонтерских объединений города. Каждая игра длилась 10 минут. За это время спортсмены должны были забросить как можно больше мячей в ворота соперников. Бегать по снегу было тяжело, тем не менее азарт и хорошее настроение не покидали ребят. Сплошные падения, сплошной снег в лицо и холодно. В целом все здорово. Ну да, проиграли, все отлично. Как вообще впечатление от игры? Сейчас вам добавится девушка? Интересно, но сложно так это. Без физической формы вообще передвигаться по полю. Ну а настроение как? Ну зарядился чуть-чуть. День снега отмечают в нашем городе уже более 10 лет. В этом году праздник посвятили космосу. Тема выбрана не случайно. В апреле мир будет отмечать 60-летие со дня полета Юрия Гагарина. Всемирный день снега еще известен как Международный день зимних видов спорта. Инициатором этого праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Поэтому, как вы видите, начинаем мы свое мероприятие со стартов лыжников, с пропаганды здорового образа жизни. Поэтому мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых. И главное – спорт, чтобы занимались ребята спортом. И граждане знали, что у нас есть высокие достижения в лыжном спорте. Конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Участники лепили ракеты, космонавтов, звезды и луноходов в своих доворах около школ и детских садов. А фото своих творений выкладывали в сеть. Авторы лучших работ получат дипломы и памятные подарки. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.